Татьяна, более подробная информация о вашем спорте. Какие критерии оцениваются, допустим, в категории боди-фитнес и что это вообще за категория такая? Боди-фитнес – это женская категория. В ней выступают девушки с ярко выраженной мышечной массой, но при этом выглядят очень женственно, красиво. В этой категории оценивается пропорция, симметричность мышц, грация. Ну, наверное, и позирование, потому что я видел, что многие девушки очень красиво позируют. Наверное, все это вкупе оценивается, да? Да, конечно. И вы являетесь первым, да, по Эстонии? Да. И занимаете всегда призовые места? Да, стараемся. Стараемся. Хорошо. Сколько времени у вас ушло на подготовку до первой победы? До первой победы год, примерно год. Потому что первое мое выступление я заняла третье место. И прозанимавшись уже год, я заняла первое место в этой номинации. Хорошо, Таня, а не могли бы вы более подробно рассказать, допустим, сколько тренировок вы проводите и сколько по времени занимают у вас тренировки? Сама тренировка по времени занимает от часа до полутора часа. И чем ближе старт, тем чаще тренировки. Это выходит примерно 7 раз в неделю, бывает даже по 2 тренировки в день. Это и силовые, и кардио-тренировки. Хорошо. А у вас не было такого желания иногда просто наесться и отойти от этих соревнований, отдохнуть, может быть, и так далее? Как вы держитесь на плаву, допустим, даже когда очень тяжело, реально, собраться бывает, и тяжелые тренировки, и питание далеко не самое калорийное, не позволяет восстановиться в должные сроки? Мысли есть такие. Прекратить все, поесть булочек, мороженую. Но есть впереди цель, к которой мы идем. И, наверное, это притупляет мысль о том, чтобы наесться вкусностей. Хорошо. Вы не могли бы рассказать более подробно о добавках, которые могут девочки использовать для улучшения фигуры, для похудения и так далее? Что можно использовать для того, чтобы войти в форму? Допустим, к лету кто-то хочет подготовиться или что-то? Ну, во-первых, это комплекс витаминов. Это витамины С, Е, всевозможные рыбий жир, допустим. Также можно прибегнуть и к жиросжигателям. ЦЛА, допустим, L-карнитин. Есть так как в жидком, так и в таблетированном виде. Также я бы предложила использовать послетунировочный комплекс. Это протеин. Лучше даже изолят. Это более чистый протеин. И также аминокислоты. Комплекс аминокислот, либо БЦА отдельно. Это три аминокислоты. Вот и все. И побольше воды пить, конечно же. Хорошо, понятно. Скажите, пожалуйста, Таня, что бы вы рекомендовали девочкам, которые никогда не ходили в зал, но очень хотят прийти и улучшить свою форму? Не надо стесняться. Надо брать свои спортивные вещи под рук и идти в зал. Для начала я бы советовала, конечно, взять персонального тренера, для того, чтобы он показал, как работать в зале, где работать, на чем работать. И, в общем, вообще, как выглядит тренировка, да, сколько она длится. Все вопросы, которые вас интересуют, тренер вам объяснит и ответит на них. Хорошо, спасибо, Татьяна. Пожалуйста. Продолжение следует...